Друзья, всем привет! С вами Татьяна Нагорнова и сегодня у нас макияж, посвященный 14 февраля, а также тест новой коллекции от Pet Magrat, посвященной этому празднику. Давайте проверим, стоят ли новинки от Pet нашего внимания. Ну и не будем оттягивать, давайте уже переходить к нашему макияжу. Давайте, чтобы я сразу стала чуть-чуть потимпатичнее, нанесу блеск для губ. Я вообще супер обожаю блески от Pet, у меня их уже где-то штук 9, поэтому я думаю на следующей неделе тоже хочу записать видео про блески и помады от Pet. Там до сих пор на многие из блесков действуют скидки, поэтому очень вам советую. Ну а сейчас я вообще выбрала два блеска. Давайте вначале нанесу один, а в конце мы посмотрим, может быть вот этот лучше подойдет. Сейчас я наношу мой самый-самый любимый блеск. Я вообще даже не могла подумать, что такой цвет мне вообще зайдет и понравится, и относилась к нему как-то так сомнением и недоверием. Этот цвет Pale Fire Nectar. И второй мой блеск, который я хочу попозже попробовать, это Divine Rose. То есть называется примерно точно так же, как и вся линейка от Pet в розовых оттенках. Ну а сейчас давайте все-таки начнем с Fire Nectar. Вот так нежно это выглядит. Вообще это прозрачный блеск, в котором есть много различных блесток. Тут есть и ярко-розовые, и персиковые, и золотистые. На губах это вообще не чувствуется. Они супер мелкие, супер комфортные. И вообще блески от Pet они прекрасно носятся, немного губы увлажняют и при этом совершенно не липкие. Так, ну и давайте приходить к нашей новой коллекции от Pet. Я заказала два продукта. Ее новую палеточку и новый хайлайтер. Причем я у других девочек видела, что вроде как эти упаковки, они уже у нас встречались. Ну по крайней мере вот эта упаковка с букетом роз была на какой-то лимитке. А соответственно вот эту упаковку маленькой палетки, ну это фрагмент упаковки от Divine Rose One. Поэтому в принципе тут она видимо не стала заморачиваться и использовала свои старые разработки упаковок. Так, ну и давайте посмотрим теперь на сам продукт. Хайлайтер выглядит вот так. Я даже не знаю как его снять, чтобы вам не отсвечивать чересчур. Это такая классная розовая блестящая упаковка. Я знаю, что некоторым не понравилось, что в отличие от рождественской лимитки, это не такая тяжеленная железная шайба. Все-таки здесь хайлайтер сделан из пластика, но лично мне все нравится. Мне кажется, в моей коллекции это самая классная и красивая упаковка хайлайтера. У меня к нему прям тянется рука. Ну и смотрите, как он красиво выглядит в самой упаковке. Вот так его покручу. Здесь есть такой небольшой дуахром из золотистого в розовый под разным углом освещения. Ну и давайте уже пробуем это все на щеках. У меня сегодня только такая кисточка. Дуафибра от Manly Pro. Это запеченная формула от Pet. Специально хочу попробовать пальцем. Мне кажется, это как формула запеченного желе. Прекрасно набирается на палец. Давайте наберу теперь кисточкой. И попробую нанести. Ну, друзья, как выглядит, в принципе, на пальце. То же самое мы видим и на щеках. Сложно как поймать этот блик. Давайте нанесу на вторую щеку. Может быть, чтобы нам так стало все заметней. Мне кажется, текстуру кожи не подчеркивает. Но мне насчет этого сложно судить, потому что у меня достаточно ярко выраженная текстура кожи. И мне, в принципе, все ее подчеркивает. Ну и вот, что у нас получилось. Блик такой, достаточно небольшой. Я не могу сказать, что это сияет, как из космоса. Но это такое деликатное персиково-золотистое освещение. Мне, в принципе, все нравится. У меня такого оттенка хайлайтера еще в коллекции нет. Поэтому я ставлю ему лайк. Но если вы прям хотите отражать хейтеров, как из космоса, чтобы вам просто было за 10 километров видно, где у вас хайлайтер, это, конечно же, не та история. Достаточно такой нежненький вариант. Так, ну и палетка мне пришла уже в новом формате упаковки. В упаковке без завязочек, просто с клапаном. Вот. Но здесь все достаточно классно сделано внутри. То есть такая черная вставочка стоит, чтобы ничего ни в коем случае не разбилось. И я эти коробочки храню, чтобы если мне вдруг придется куда-то поехать отдыхать, я в эту классную упаковку положила свои тени. И, соответственно, чтобы у меня ничего не разбилось. Упаковки от Pet всегда выглядят очень классно. Блин, вот я в первом своем видео сравнивала эту упаковку с роялем. У меня до сих пор такая ассоциация. Такой черный, дорогой, красивый рояль. Все очень качественно сделано. Здесь такие золотые логотипы Pet McGrath Labs. Вот. Ну и открываем, видим вот такую нежную розовенькую историю. У меня не так много розовых палеток. И именно таких оттенков у меня нет ни от Pet, ни от других брендов. Это при том, что у меня уже есть две палетки от Pet в линейке Divine Rose. Давайте сейчас их сравним и посмотрим, есть ли что-то похожее. Ну и мне кажется, тут заметно, что с первой розы нет ничего похожего. Потому что, кстати, здесь вот розовый, это матовый. Здесь вообще в первой розе розовых оттенков таких нет. И мне кажется, эти две палетки, они прекрасно друг друга дополняют. Возможно, я в будущем так и буду ими пользоваться. Вторая роза сейчас на сайте Pet доступна в лимитированном розовом оформлении. Но я не переживаю, потому что я-то купила с большой-большой скидкой. Вот это намного приятнее. Ну и давайте посмотрим. Ну и давайте посмотрим. Мне кажется, может вот этот третий оттенок немножечко... Хотя нет, смотрите. Вот если вот так покрутим мы, то увидим, что третий оттенок, он такой с бежевым переливом. В то время как у Pet вот этот оттенок в уголочке, он такой розоватенький. Возможно, я попозже вставлю еще свотчи, но пока, если честно, свотчи особо не получается делать. В общем, я делаю вывод, что у меня точь-точь в таких оттенках нигде нет. И мне это очень-очень приятно, меня это радует. Так, ну и давайте приступать к самому макияжу. Расскажу немного о том, что мы видим здесь. Здесь два матовых оттенка, что для Pet супер щедро. Она вообще не любитель матовой оттенки в своей палетке класть. У нее есть даже большие ее палетки. Например, по-моему, Decadence. Там нет ни одного матового оттенка, а тут на четверку целых два. Нежный розовый и вот этот вот нежный мовый оттенок. Ну и два шиммера у нас. Ну и такой у нас сатинчик розово-лиловый. И также у нас есть розово-золотистый. Очень, кстати, по оттенку похож на хайлайтер. Возможно, я сделала ошибку и можно было пользоваться вот этим оттенком вместо хайлайтера. Ну-ка, давайте их сравним. Вот у нас хайлайтер. Действительно, смотрите, оттенки такие близкие. Может мне продать этот хайлайтер? Я теперь уже сомневаюсь. Они действительно похожи. Конечно же, у теней больше розового отблеска. Но, в принципе, оба этих оттенка, они прямо из одной семейки. Я начинаю с этого мового оттенка, матового. Он совсем слегка пылит. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это далеко не такое пыль. Какой он пигментированный? Просто. Это далеко не такая пыль, к которой вы привыкли в палетках Анастасии и Беверли Хиллз. Но у пэд бывает такой, что просто вот так со всей силы тыкаешь в палетку. И при этом ни одной крупиночки не вылетает. У нее в этом плане очень классная формула. Поэтому у меня какие-то там две пылиночки, когда вылетело, я уже немножечко удивилась. Но ничего, на качество макияжа это не влияет, ничего не осыпается. Если мы его нанесем тоненьким слоем, это будет такая одна история. Если мы его поднаслаиваем, вот как я сделала вот в этом месте, я его поднаслоила, он уже превращается в такой даже оттенок, которым можно и уголочек даже затемнить. Что-то так разошлась. Мне он так понравился, что я уже нижние века им оформила. Друзья, вот это я понимаю. Я уже с первого оттенка вижу какая-то песня, как это все прекрасно наносится. Это совсем не то, что было с моими последними люксовыми разочарованиями, вот с этой шарлоттой. Посмотрите это видео у меня по ссылке в описании. Стоит, кстати, вот эти две палетки абсолютно одинаково, но при этом вот эта какая-то беспонтовая штука, которая меня очень сильно разочаровала, а здесь просто, тушуется все как песня, выглядит как песня. Упаковка качественнее даже сделана, чем вот эта. В общем, блин, пока что я пэт однозначно ставлю лайк. И советую, наверное, вам, если вы, конечно, ко мне прислушаетесь, лучше обратить свой взор на пэт, тем более, что она доставляет сейчас в Россию. И именно поэтому я так и стала у нее заказывать. Мне это очень нравится. Я ненавижу париться с этими различными службами посредников. Да, мне это вообще не нравится. Поэтому это для меня прям важно и круто, что она доставляет в Россию. Давайте теперь протестируем немножечко вот этот розовый оттенок. Хотя у меня особо уже и места не осталось, куда его приткнуть. Давайте вот сюда, наверное, попробуем нанести. Блин, какое он пигментированный, какой классный. И даже хочу поближе сесть, чтобы вы это увидели. В общем, это нежно-розовый оттенок, но при этом он очень пигментированный, прекрасно выглядит, в общем, не пятнит. У меня, кстати, на этом веке есть пятнышко, друзья. Это неудачно выщипанный бровяной волосок. Поэтому не удивляйтесь, это не пятно от теней. Это мой рельеф брови. В данном случае будем считать, что это нормально. Это очень красиво. Это мои самые красивые розовые тени. Я от них просто в восторге. Ну и давайте переходить к шиммерам. Мне, конечно, более интересен вот этот вот прекрасный оттенок. Мововый шиммер с переливом. Хочу, кстати, попробовать его. Давайте попробую пальцем, потому что я помню во второй Дивайн Роуз, вот этот оттенок триохрома. Он такой масляный. Я его когда пальцем потрогала, я прям очень удивилась. Да, здесь тоже такая очень кремовая форма. Смотрите, ну как зеркало просто на пальце смотрится. Ну и давайте сначала я попробую то же самое нанести кистью. Наносится неплохо, но мне кажется, что, наверное, пальцем будет лучше. Ну-ка я попробую. Да, так и есть. Ну и давайте вот этот прекрасный розовый оттенок. Мне его хочется еще куда-нибудь нанести, поэтому я ее, наверное, пущу вот сюда по нижнему веку. Нет, друзья, вот второй раз, когда я кистью получше набрала, прекрасно наносится и кистью, что для меня тоже большой плюс, потому что я своими пальцами не умею красиво наносить оттенки. У меня все время что-то куда-то не туда попадает. Вот, поэтому для меня это тоже очень классно. Ну и давайте переходить к последнему оттенку. Ого, смотрите на кисти, какой он розовенький. Я, наверное, немножечко перестаралась с номера. А нет, на глазу, на кисти такой розовый, а на глазу это наш вот этот вот персиково-розовато-золотистый перелив. То есть тут уже такой истории, как с хайлайтером особо не получается. Да, тут больше розового отлива, но в то же время я вижу и розовато, и персиковый оттенок. Какой я единственный нашла минус в этой палетке? Это то, что вот эти два оттенка верхних, они прям настолько из одной семьи, что на веки они примерно сливаются в одно пятно. Просто где-то более матовое это пятно, где-то более шиммерное. Возможно, ну, это выглядит не так контрастно, как хотелось бы. С другой стороны, это же все-таки палетка на 14 февраля. Возможно, у Пэт была идея сделать такой очень нежный макияж. И, в принципе, для этой роли такая гамма прекрасно подходит. Так, давайте я, наверное, закончу с оформлением глаз. Вот даже не знаю, может мне подтемнить еще уголок, как я люблю, или просто лучше нанести стрелку. Наверное, давайте сделаем стрелку. Готово. Не могу идти все так гладко, поэтому у меня сегодня какие-то супер уже огромные стрелки нарисовались. Да, в этой палетке нет оттенка для затемнения, поэтому я просто нарисовала стрелки карандашом и забила ее оттенком с другой моей любимой палетки от Пэт, номер 7, вот этим баклажановым оттенком. Так, ну и еще, что я хотела с ней попробовать, мне с самого начала показалось, что вот этот розовый оттенок можно попробовать в качестве румян. Ну и давайте я это сделаю. Так, конечно, так это сладко пигментированно набирается. Надо было, наверное, немножко понежнее. Но это уже больше моя ошибка, с этой особенностью нам просто надо быть знакомым. Так, в принципе, мне кажется, прекрасно подходит. Вообще это красиво смотрится, когда румяна и тени из одной гаммы. И даже, я помню, Крыгина советовала немножко румян добавлять на веки, чтобы это все лучше сочеталось. Ну и что еще можно попробовать? Можно еще вот этот вот розовый оттенок попробовать в качестве хайлайтера. Может, мне действительно от самого хайлайтера отказаться? И оставить только вот эту палеточку теней. Мне кажется, прекрасно выглядит. Я сегодня супер просто довольна своим приобретением. Это совершенно другое дело, чем у меня было вот с этой палеткой от Том Форда, Прэйти Бэби, что у меня было с этой Шарлоттой, Тилбери, чтобы она была бы неладна. Давайте еще попробуем, как выглядит вот этот оттенок Divine Rose блеска с этим макияжем. Ну и буду переходить уже к нашим финальным итогам. Так, готово. Прекрасный блеск как и по оттенку, так и по своей комфортности. Никуда не в складочки не забивается, никуда не утекает. Не нужно с ним использовать карандаш или другие какие-то вещи. В общем, все выглядит прекрасно. Так, друзья, прямое включение из вечера того же самого дня. Я решила еще один макияж сделать с этой паленочкой, уже сделав акценты на немного другие цвета. То есть на этот светло-розовый, как основной свет, и вот на этот яркий розовый. Не знаю, может быть мне такой макияж не слишком идет, но почему бы и нет. Зато мы их разглядели. В качестве помады оттенок Tristee. Кристи, в общем. Оттенок Кристи тоже от Pat McGrath. И еще, еще одна новость, что я смотрю сейчас, Pat объявила какие-то скидки на сайте. Пока еще непонятно, какие они будут. Вот, ну, возможно, что-то, если вам понравится, можно как раз-таки взять на скидочках. Друзья, хочу сказать, что наносила все, как и в первом макияже, супер классно. Мне очень все понравилось, нежно, красиво. Я, кстати, поняла, что розовый этот оттенок действительно можно использовать как такие. Ну, достаточно яркие розовые и румяные. Ну, в принципе, это все растушевывается. А вот этот оттенок, это практически полный аналог, но только чуть-чуть порозовее, к хайлайтеру из этой же самой коллекции. Ну, в принципе, теперь уже точно все. И давайте я перейду к выводам. Давайте теперь подведем наши итоги. Итак, друзья, это новая, как я уже сказала, коллекция. На сайте PET есть доставка в Россию. Единственный момент, чтобы она была бесплатная, надо достаточно на большую сумму сделать заказ. По-моему, тысяч на восемь, если не больше, если не девять. В противном случае доставка будет 1600 рублей. Но хорошая новая заключается в том, что доставляют DHL, это все очень быстро, с момента отправки до момента получения примерно 6 дней максимум проходит. И все прекрасно до вас доезжает. Курьер доставляет прямо домой с DHL. Никогда нет никаких проблем. Прекрасный сервис, очень быстрый. Что из минусов? Я вот заметила, когда на сайте происходят какие-то акции. Например, черная пятница, запуск новой коллекции. Она все очень и очень долго отгружает. По-моему, после заказа прошло недели полторы, наверное. Прежде чем не мой заказ, наконец-таки собрали и отправили. Поэтому тут надо немножечко запастись терпением. И да, такое может быть. Но хорошая новость в том, что, конечно же, всегда все доезжает. И сервис достаточно быстро отвечает. И у меня было такое. Я как девочка из деревни, я про это не знала, что когда у меня пришли две помады в шатающихся стиках, я узнала, что, в принципе, они это принимают как брак. Я им написала, сказала, что у меня две помады шатаются. Записала, причем, заранее видео, что им это показать. Но меня никто ничего не спросил. Просто спросили, что я хочу. Возврат денег или какие-то другие два продукта. Я сказала, блин, как клево, я хочу тогда другие два продукта. И мне прислали еще блески, помады. Сразу, без разговоров, просто практически моментально. После того, как у нас этот разговор произошел, в тот же день мне выслали эти мои подарки. Это безумно приятно. Мне это очень понравилось, конечно. Ну и давайте я немножечко расскажу, что у нас по ценам. Вот это наша палеточка из четырех оттенков. Сейчас стоит 4400 рублей. Этот хайлайтер стоит 3650 рублей. Ну и, конечно, в этой коллекции были еще различные там жидкие матовые помады за 2300 рублей. И палетка Divine Rose 2 в новом оформлении, которая стоит 9350 рублей. Друзья, я определенно двумя руками за вот эту палетку. Я считаю, она намного круче палетки Tom Ford. Вообще, не знаю. Если у Pretty Baby, которые все хвалили такого качества, как у меня, то, блин, я точно не хочу больше никогда покупать с Tom Ford. Я лучше сосредоточусь на Pet Magrat, потому что у нее действительно уникальные формулы, офигенные упаковки. Все просто супер. Я полностью довольна. И при этом все, блин, мне кажется, этот бренд даже сейчас намного интереснее. Все-таки у Tom Ford там все время есть такие оговорочки. Да, это тушуется легко, но вот все такое бледненькое, еле заметное. Но это же люксовый бренд. Это же бренд для людей, кто постарше. Поэтому они вот не хотят, чтобы все было. Ну, блин, я не хочу всех этих отговорок. Я хочу отдать деньги и получить клевое качество. А тут вы посмотрите, да. Вот этот коричневый оттенок, это вообще позор палетке. Он на глазах вообще пятнит. Никакой. Он далеко не такой насыщенный, как выглядит здесь. То есть, ну, не знаю. Если говорить про Шарлоту Тилбери, который тоже 4000 рублей стоит, то там и продукта намного меньше. Давайте мы даже посмотрим. Здесь во всей палетке 5,2 грамма у Шарлоты. У Пэт во всей палетке 4 умножить на 172. То есть, ну, сразу я понимаю, что намного больше. Без калькулятора не обойтись, как говорится. Но, да, здесь больше и качество теней намного лучше. То есть, блин, я бы точно выбрала вот этот бренд, если бы я знала заранее. Хайлайтер скорее нет, чем, да. Потому что, ну, я уже немного разочаровалась из-за того, что есть оттенок в тенях, очень похожий на этот хайлайтер. Плюс он стоит достаточно дороговато. Да, он супер большой. Здесь целых 10 грамм. Чтобы вы понимали, у меня здесь есть пудра от Герлен. Пудра на все лицо, в которой всего лишь 6 грамм, да. А здесь в хайлайтере 10. Хватит, наверное, на всю жизнь. И внукам еще передадим. Упаковка безумно красивая. Просто, когда я открываю свой макияжный столик и это все вижу, у меня просто, блин, сердце радуется. Но единственное, чего оно не радуется, черт побери. Потому что зачем тогда было сделать здесь такой похожий оттенок. Ну и плюс хайлайтер такой достаточно нежный. Он из космоса не сияет. Наверное, как-то там супер мощно вас не удивит. Блески от PET это бомба. Я вам очень советую попробовать вот такую миниатюру из трех блесков. Я, правда, это доказывала уже на, еще на распродаже. И, по-моему, они до сих пор есть в наличии. Или, возможно, скоро появятся. Но они прям очень классные. Вот эти все три оттенка я безумно люблю. У меня Dare to Bear. Оттенок Divine Rose. И оттенок, мой самый любимый, Pale File Nectar. Видите, сколько я уже истратила. Это уже говорит, насколько я его люблю. Просто супер классное, обалденное. Обязательно попробуйте. Так, на сегодня, я думаю, это все. Пожалуйста, напишите, какие у вас есть впечатления от этой палетки. Будете ли вы ее себе заказывать? Читаете ли, что она стоит своих денег? Конечно, я понимаю, да, что это очень дорого. 4 тысячи за такую четверочку. Но если мы сравним ее с тяжелым люксом, да, то Ford он еще подороже. Charlotte Tilbury на той же примерно волне. Если брать Dior без скидок, то Dior и Chanel тоже примерно 4 тысячи стоят. Так что тут я, наверное, к цене придираться не буду. Ну, люкс как люкс. А вот что для вас? Стоит ли для вас Pet Magrat своих 4 тысяч рублей? Заинтересовала ли вас эта палеточка? Ну, еще хотела бы, чтобы вы написали, ждете ли вы от меня обзор всех моих помад и блесков от Pet Magrat. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на него, нажать на колокольчик. Вы этим очень поможете развитию моего канала. Ну, а на сегодня это все. Будем с вами прощаться. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok